11 сентября коммунальник с слонями принимал футбольный клуб Осиповичи. Слонимчане играли в желто-синей форме. С первых минут игры футболисты коммунальника припинили высокий прессинг против своего соперника, стремясь еще в первом тайме сделать голевой задел в матче. Но и гости вышли на поле тоже в серьезной мотивации. Команда уже давно не зарабатывала очки в свою копилку. После обоюдной разведки первый опасный момент на 12-й минуте смогли организовать хозяева. Николай Стрижков отдал пяткой пас Алексею Кривецкому, тот сделал прострел вдоль штрафной соперника, где Дмитрий Лишанюк успел подправить мяч на Максима Федорчука. Но удар у нашего защитника не задался. Через три минуты воротам Осиповича уже серьезно угрожал Николай Стрижков. Гости показали, что могут созидать в атаке на 21-й минуте. С ударом Дмитрия Нискевича не без труда справился Владимир Корнеев. Через минуту Павел Баскаков набросил мяч штрафную соперника, но Николай Стрижков опередил воротярь гостей. С 34-й по 36-й минуты слонимчане заряжают серию угловых. Предголевая ситуация перерасла в голевую, когда после подачи углового Алексеем Кривецким Александр Асташенков, вышедший на поле только три минуты назад, не с сильным касанием на дальней штанге замыкает прострел товарища. У слонимчан в первом тайме еще не раз были возможности забить гол. Увеличить счет могли Максим Федорчук и Александр Асташенков. Однако гол в раздевалку коммунальнику забивают гости. Обидчиком слонимчан на 46-й минуте стал Дмитрий Анискевич, падением головой пославший мяч в сетку ворот хозяев. Неудачная концовка первого тайма заставила коммунальник с первых минут второй половины матча решительно пойти вперед. Не один раз смогли поразить ворота Осиповича, Юрий Кособука, Александр Асташенков, Сергей Клемец. Казалось, вот-вот гости дрогнут и хозяева забьют заслуженный гол. Но случилось обратное. На 74-й минуте Сиповичи создают первый опасный момент во втором тайме и показывают 100% КПД в атаке. Гол ворота коммунальника головой забивает Дмитрий Круг. Надо отдать должное нашим ребятам. Они не опустили руки и попытались исправить ситуацию. То, что Леонид Савицкий в очередной раз угадал заменами, показал гул Сергея Клемца, вышедшего на поле на 39-й минуте. Сергей на флажке матча на 90-й минуте в высоком прыжке головой поражает ворота Осиповичи, доказывая очередной раз, что желто-синий по-канадски борются до последних секунд матча. Финальный сесток арбитра зафиксировал между командами боевую ничью 2-2, в которой 3 из 4 голов были забиты оппонентами головой. После матча в интервью главный тренер футбольного клуба Осипович Александр Кончий с огорчился, что его команда на флажке поединка пропустила гол и упустила в выездном матче Викторию. Тактика предъявилась той, что у нас на данную игру не было семерых человек по разным причинам травмы желтой карточки, поэтому исходили из той. Ну и, конечно же, большое внимание, мы знали эту команду, коммунальник. В прошлой игре мы играли в тризотника, сейчас четыре. Исходили из того, что, еще раз говорю, повторюсь, что у нас было очень много травмированных, именно травмированных в линии обороны. Поэтому сыграли сегодня как бы неплохо, но, конечно, если честно, ехал сюда с надеждой добыть хотя бы одну очко, потому что немножко не все получается в команде. Но, получив это очко, хотелось иметь три, пропустить на флажке этот гол второй. Ну, эта игра, эта футбол, это такое непредсказуемое, поэтому очень жаль. Хорошая команда играет, особенно играет вверху. Сегодня две команды забили, будем говорить так, в принципе, все мячи головой. Поэтому, не знаю, немножко боязнь такая была, знал Лешенюка, немножко не показал свою полную, наверное, силу. Еще раз повторюсь, это футбол, не всегда получается все, что нужно, но такая боязнь немножко. Неплохой мальчишка был, с Луними, вернее, играл этот матч, который слева, в серединке, доставлял нам. И справа такие техничные ребята, было, да, немного так опасновато. Ну, очко есть на выезде, это, я думаю, нормальный, хороший результат. Нам сейчас, не хотел бы сказать, что игра должна какой-то там, нам сейчас результат данных матчей. Соперник грамотно использовал наши ошибки в обороне, посетовал после матча главный тренер коммунальника Леонид Савицкий. Ну, она матч была простая, отодвинуть игрой своих ворот, максимально прессинговать и забивать голы. Ну, в принципе, группа атаки справилась, забила два мяча, но раскрывались, и иногда не успевали возвращаться назад, и отсюда возникали моменты. Ну, смотреть, конечно, сложно сейчас по свежим следам определить, откуда так могло получиться. Мы создали 25 моментов, забили два, они где-то 3-4 и забивают два гола. Ну, не думаю, что такой высокий класс у соперника, иначе бы они не были внизу. Ну, что имеем, то имеем. В принципе, в этой команде тоже есть квалифицированные игроки, которые, в принципе, грамотно использовали наши ошибки в обороне. Следующую игру «Коммунальник» пройдет в субботу 17 сентября на выезде. Очередным соперником слонимщан будет футбольный клуб под руководством Юрия Пунтуса «Смолевичи». Субботу 17 сентября на выезде. Субботу 17 сентября на выезде. Звучит музыка